Установка СНПЧ на МФУ Epson Expression Home XP100 Поставьте СНПЧ слева от устройства и расправьте чернильный шлеев. Извлеките силиконовые заглушки и на их место установите воздушные фильтры. Обязательно сохраните заглушки для дальнейшей транспортировки печатающего устройства с установленной СНПЧ. Поднимите лоток для бумаги, подключите сетевой шнур к МФУ и включите устройство. Поднимите блок сканера и нажмите кнопку ОК. После того, как каретка выйдет в положение замены картриджей, отсоедините шнур питания от устройства. Вставьте блок картриджей в каретку и аккуратно нажмите на картриджи до характерного щелчка. Проверьте все четыре защелки. Убедитесь в соответствии порядка цветов на блоке картриджей с цветной наклейкой на корпусе каретки. Закрепите на корпусе МФУ удлиненный держатель примерно на середине панели на расстоянии 1 см от края. Закрепите в нем шлейф. Передвиньте каретку в крайнее левое положение, затем в крайнее правое положение. Убедитесь, что чернильный шлейф не перекручивается и не мешает ходу каретки. Шлейф не должен провисать. При необходимости отрегулируйте длину шлейфа. Закройте блок сканера. Подключите печатающее устройство к электросети и включите его. При появлении индикации необходимости заменить картридж поднимите блок сканера, а затем нажмите кнопку «Стоп», чтобы каретка выехала в положение замены картриджей. Зажмите кнопку обнуления над картриджами на 5-7 секунд. Нажмите кнопку «Стоп». Закройте блок сканера. Через несколько минут МФУ будет готов к работе. Резервуар с чернилами должен находиться на том же уровне, что и печатающее устройство, не выше и не ниже. Переходим к печати тестовой страницы. Загрузите бумагу в лоток. Подключите устройство к компьютеру. Нажмите «Пуск», «Устройство и принтеры». Правой кнопкой мыши кликните по принтеру. Выберите «Настройка печати», «Сервис», «Проверка ДЮС» и нажмите кнопку «Печать». Хорошей вам печати! Продолжение следует...